друзья всем привет я это сделала я разобрала суккуленты и всех пересадила и забыла я снять вам видео отчет как начала уже следующую партию принесла вот все еписцы и кое-какие бегонии буду сейчас черенковать переукоренять пересаживать и может быть я оставлю эти экземпляры которые растут а может быть и избавлюсь нет все таки есть у меня желание избавиться поэтому наверное я их просто сейчас по транспортировочным горшочком хорошенечко рассажу и но это будет друзья уже совсем другая история а сейчас что у меня получилось с суккулентами где они и что они и как с ними ну что ж заходим на балкончик напомню что раньше у меня суккуленты всегда жили на балконе и зимовали и кактусы потом постепенно я от кактусов избавилась мне надоело а них колодца и в общем я с ними распрощалась а суккуленты было жалко а так как дома ограничено место я суккуленты после того как приобрела дачу начала возить с собой на дачу но мне это так надоело туда вези там за ними особо смотреть некогда то они солнцем подгорели то возвратными заморозками а их тронула то ли в ними их залило боже потом опять их грузи вези назад приводи их в порядок мне все я больше этого не хочу я решила что я привезу последний раз пересажу их сделаю так чтобы они были на балконе я уже изначально к этому готовилась и поэтому балкон освободил от гибискусов гибискусы сейчас тоже меня на даче я их свое время туда отвезла только для того чтобы изгнать белокрылку дома я с ней не могла никак справиться отвезла на дачу и вот перед тем как их привести я их еще раз обработаю вытряхну там из земли а сюда привезу и сразу свежую землю начну сажать даже землю не хочу вести оттуда и в общем то у меня балкона опустошился и для того чтобы сюда поместить суккуленты мне даже пришлось вот подрезать обрезать все свои подсохла какая-то ветка это что за ветка а это она отрезанная что ли я ее отрезала снять не смогла да сейчас я ее сниму да это отрезанные ветки я их тут все резал резала прям кардинально порезала все свои эти бугенвили хочу чтобы они побольше дали свежих плетей и уже на свежих ветвях уже пошли расти вот поэтому вот так вот у меня сейчас маленькие все стали бугенвили ну я здесь потихоньку расставила то что было на полку с подсветкой убрала санцы криптантус и такие вы им хватит здесь на полочке агавы и суккуленты вот эту плошку я не трогала не пересаживала я просто из нее по краю убрала немного а то она разрослась сильно убрала немного по краю розетки подсыпала грунта здесь у меня аморфофалус и сделала несколько вот таких садиков в общем моя задача была избавиться от 100 горшков и сделать 10 я сделал вот такие садики мне нравится я люблю я раньше всегда садики мастерила нравится мне это дело поэтому думаю будет расти здесь тоже санцы и и агавы вот два маленьких садика как мне его взять то вот один и во второй здесь я попихала и у форби в этот я стопели засунула и все думать такой мелкий пусть разрастается а это у меня репса лист ада ветку я отломила бросила просто так вот так варю ему и она дала корни приросла я и тоже что-то оставила дальше внизу ну это вот ветки я сейчас сбросил от ничего это у меня тут отростки сейчас буду заниматься что подсадить куда подсадить вот он ящичек это из остатков то что уже никуда не умещалась пойдут листики пойдут вот те будет большой здоровый ящик дальше вот этот большой аквариум тоже засадила здесь адромискусы и чверия да что ж такое в камеру пальцы попадают в этот ящик я посадила гастерия алоэ хавортия в этом у меня все гастерии здесь у меня сидел седум мелкий и я в него попихала тоже гастерий хавортия сделал тоже такой садик небольшой вот эти три плошки я еще не пересаживала вот это вот здесь алоэ хавортия здесь гастерия и там алоэ хавортия вот эти три ящичка я еще не трогала и не трогала я еще вот там наверху стапели и тоже хочу в ящик высадите там вот ведро и кашпо вот это хочу тоже в ящик высадите поставить и будет симпатичнее смотреться будет там и свободнее они будут смотреться симпатичнее пересаживаю чуть попозже но вот тот большой не буду в бонсайнице сидит тот трогать не буду видно его нет вот этот вот этот этот трогать не буду только вот эти посажу дальше я не трогала вот этот хоббит тоже он в бонсайнице как сидел так и сидит пересадила в свежую землю только вот это красу тоже не стала объединять отдельно и не пересадила вот этого крабика белого алоэ тоже пересажу может быть кому то подсажу не знаю и получился у меня еще вот такой аквариум здесь в основном у меня красула и есть еще и молоча и как они называются и уфорби вот что там задняя стенка не мешалась сейчас попробую сверху заснять ой ой не получилось оп получилось так вот таким образом ну даже и на фоне того что сзади цветы тоже мне кажется очень даже симпатично выглядит но я люблю такие композиции садики самое главное чтобы все это у меня сейчас прижилось приросло и пошло разрастаться в общем несколько мне нужно пересадить но это на попозже на следующий порыв что-то у меня вот это засыхает что ли одна ветка нормальная одна ветка засыхает надо посмотреть что у меня с этой с эпифилумом с этим что надо посмотреть там вот тоже у меня бугенвилли обрезанная здесь на полу молоча и мели и сансы большие ну а дышки на окнах тоже стоят на улице у нас холодно дождь окна запотевшие открывать не хочу пусть лучше будет влажно а то сейчас если открою будет совсем холодно и пифилумы репсалисы декабристы все висит у меня вот так все буду потихонечку теперь ковыряться смотреть что у меня и как кому плохо кому хорошо кого выкинуть кого реанимировать теперь работка предстоит еще вот горшки пустые не убрала надо убрать пустые горшки все надо поубрать и отвезти на дачу тоже какие не нужны по выкинуть или в них сажать излишки продавать какие будут нужны буду приезжать оттуда брать вот казалось я так много пересаживала так долго я ковырялась аккуратно все делала а показывать вам получается и нечего не так-то и много их у меня оказывается оказывается не так-то и много ну все друзья отчиталась переделала пошла теперь заниматься бегониями и писцами перемены мне нравится когда что-то меняешь и уже по-другому картинку видишь и уже прям на душе радостней всем мир и добра будьте счастливы и здоровы